Ну что, вот настал тот день, когда, к сожалению, последний вебинар из цикла вебинаров должен прочитать Александр Васильевич Трофимов, человек, который посвятил всю жизнь изучению вопросов, связанных с гелиобиологией. И перед тем, как передать ему слово, я хотел бы вам показать предварительный небольшой кусочек тех результатов, которые мы получили по анализу изменения физиологического состояния людей на разных континентах в синхроне при солнечном затмении, которое было 9 марта. Мы сейчас по этому поводу готовим развернутую статью. В этом отношении помогает мне мой помощник Леонид Дорошенко, которого вы прекрасно знаете по многочисленным интересным статьям на нашем сайте. Помогает доцент кафедры нормальной физиологии Медицинского университета Новосибирского Елена Алексеевна Арчебасова, которую вы также знаете по замечательным физиологическим лекциям. И, безусловно, после предварительного анализа результатов аналитическую часть работы будет проведена вместе с Александром Васильевич Трофимовым, который представит эти результаты через месяц, в 20-х числах июля, в Таиланде на Всемирном конгрессе по изменению климата, где покажет, каким образом человеческий организм, в том числе часть его доклада будет посвящена этому вопросу, связана, синхронизирована биоритмологически с ритмами ближайшего и далекого космоса. И вот здесь перед вами три графика. Первый график. Это график, где по шкале X, по шкале абсцисс, это дни, когда проводилось обследование. Вот в течение полумесяца, в две недели мы проводили замеры. В исследовании участвовало более 20 человек из разных стран, те, кто откликнулись. Обратите внимание, по шкале ординат, показатель, всем вам известный, один из краеугольных показателей, это общая мощность спектра или total power, который фактически отражает количество энергетических ресурсов, которые организму необходимы для поддержания гомеостаза, постоянства внутренней среды в процессе адаптации. И вот посмотрите, примерно за три дня до затмения, которое произошло 9 числа, это средняя по группе, которую мы обсчитали, происходит снижение общей мощности спектра, то есть ресурсов адаптации, то есть ресурсы задействуются в приспособлении к какому-то макроэкологическому событию, достигая своего пика на следующий день после затмения. После затмения приходится примерно на эту точку. После чего восстановление начинается только через день, и назад восстанавливается тот уровень энергетики, который был уже день, только спустя неделю. Вот очень интересное наблюдение, пока еще сложно его трактовать с точки зрения процессов физиологии и всего остального, но факт, пока фиксируем факт. Что происходит одновременно с этими событиями в компонентах солнечного ветра? Второй график. В втором графике также по шкале Х у нас дни проведения затмения. По шкале ординат это выраженность мощности электронной компоненты солнечного ветра. То есть количество энергетически заряженных электронов, которые в виде корпускулярных частиц летят миллионами тонн на нашу Землю в тот момент, и что происходит в тот момент, когда было солнечное затмение. Обращаю внимание, что в период солнечного затмения, интересно, происходит всплеск электронной компоненты в диапазоне 2 мегаватт примерно в 10 раз. Причем вот это событие уникальное, мы попытались посмотреть, является ли это закономерностью с другими солнечными затмениями. За ближайшие 3 года проанализировали все солнечные затмения и не обнаружили. То есть это какая-то аномалия, характерная именно для этого конкретного солнечного затмения. Безусловно, вещи, связанные с адаптацией по общей мощности спектра, вещи, связанные с резким увлечением доли электронной компоненты в период солнечного затмения 9 марта, это могут быть связанные вещи. И вот на конкретном примере я вам показываю, что ряд параметров, они настолько, вот в течение всего периода логический параметр, и зеленым цветом показано изменение электронной компоненты, вот он всплеск на уровне 9 марта, который произошел. И ряд параметров, они как бы находятся в десинхронозе, в десинхронозе как бы сложно найти связь, но в тот момент, когда произошло солнечное замкновение, такое ощущение, что произошла синхронизация биоритмов организма, причем очень мощная. И спустя какое-то время, получив этот синхронизирующий толчок, организм дальше продолжает жить как бы в своей ритмике. Любопытное наблюдение, я повторяю, что мы это опишем в виде интересной статьи на нашем сайте, добавив ряд моментов с пренатальным антогенезом, это разработки Александра Сергеевича непосредственно Трофимова. Посмотрим, есть ли тут импритинг в плане тех событий, которые были в период внутриутробного развития этих 20 людей. И я надеюсь, эта статья, это исследование получит от вас отклик. Поэтому лишний раз вас прошу откликаться на подобного рода призывы, с тем, чтобы вот такие исследования не пропускать мимо, а участвовать в них, потому что чем больше людей, тем больше воспроизводимость результатов и точность и достоверность данных, которые мы получаем. Но, безусловно, это требует от вас каких-то ресурсов, усилий, и за что мы вам, безусловно, благодарны. Итак, передаю слово Александру Васильевичу. Слушаем внимательно его замечательную лекцию. Как сказал Олег Викторович, мы приходим к некому завершению, которое, я думаю, будет и продолжение. Одно переходит в другое. И вот сейчас в том вступительном слове, которое сказал Олег Викторович, мы увидели пример перспективных исследований в области космической антропоэкологии. На маленьком примере, с большой, очень серьезной экстраполяцией результатов в космопланетарном масштабе. И сегодняшняя тема этого вебинара посвящена, как я уже сказал, перспективам космической антропоэкологии, и мы их видим в оценке всех процессов в пространстве Козырева, в пространстве голографической вселенной Козырева. Я хочу еще раз поприветствовать вас, явиться на некоторое время и сказать, что мысли о будущем, интеллект и голографическая вселенная Козырева, это та книга, которая осталась научным заветом академика Олега Петровича Казначеева всем грядущим поколениям исследователей. 7 июня был открыт памятник Олегу Петровичу Казначееву. И если вы войдете на наш сайт, в страницу новостей, вы увидите, что мы оцениваем это не как просто мемориальную церемонию, а он как наблюдатель, завершив свой земной этап наблюдений, продолжает свой путь исследовательский уже в голографической вселенной, в голографическом пространстве, и мы его называем пространством Козырева-Казначеева. Наш институт был образован в 1994 году. И, наверное, мало кто знает, что первые годы он имел имя Николая Александровича Козырева. Это был наш провозвестник, это был провозвестник той серии проектов, которую мы начинали в 1994 году, в период приближения к Юпитеру кометы Шумейкеров-Ливии. И в нашем первом выпуске нашего журнала мы говорим о тех новых возможностях в исследовании космического пространства, казалось бы, отдаленных событий, которые открываются с применением того, что мы называем зеркалами Козырева. Теперь наступает момент перейти нам к небольшой исторической части повествования и очень коротко познакомиться с астрономическим исследованием Николая Александровича Козырева Луны. Вместе с Олегом Викторовичем мы начали нашу серию с последнего лунно-земного проекта. А Козырев уделял огромное внимание процессам, происходящим в сопряжении Солнца, Земли и Луны. Не могу не сказать несколько слов биографических для тех, кто не успел познакомиться. Николай Александрович Козырев родился 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге в семье горного инженера Александра Адриановича Козырева. Мать Юлия Николаевна происходила с фамилией Самарского купца Шихобалова. По окончании средней школы в 1924 году Николай Козырев поступил в педагогический институт, но затем по настоянию профессора перешел на астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета, которое закончил в 1928 году и был принят аспирантом в главную астрономическую обсерваторию СССР Пулкова. Окончив аспирантуру в 1931 году, Николай Александрович был зачислен в штат-обсерватории специалистом первого разряда. Из ранних публикаций Николая Александровича Козырева следует отметить статью, несколько статей об определении температуры солнечных факелов по собственным наблюдениям и в результате спектра автоматических исследований солнечных пятен. Он еще находился в ранних своих работах в сфере классической астрофизики. И надо сказать, что находился очень недолго. Потому что вскоре, после очень важного испытания жизненного, который он прошел, более 10 лет оставаясь оторванным от непосредственной научной деятельности, он прошел через кошмары тюремного заключения и лагерной жизни. Содействие ряда московских и ленинградских ученых помогло ему вырваться из Норильской ссылки в конце декабря 1946 года. По возвращению к своим научным занятиям, Николай Александрович полностью вступил на самостоятельный, абсолютно авангардный путь исследований, выдвинув оригинальную теорию «неядерных источников звездной энергии», мысленную проработку которой он начал еще в годы тюрьмы исцелить. Что стоит за этой формулировкой? «Неядерных источников звездной энергии». Он считал, что энергия звезд, включая и наше Солнце, это не только и не столько термоядерные процессы. Потому что если бы это было так, то источники были бы исчерпаны уже многие миллионы лет назад. Однако мы видим другую картину. Он предполагал наличие других низкотемпературных источников и предпринял огромную подвижническую серию исследований по выяснению, что же может быть механизмом и источником этих низкотемпературных процессов. Свои теоретические исследования он старался подкрепить астрономическими наблюдениями и лабораторными экспериментами. Так постепенно, шаг за шагом, возникает теория времени Козырева, впервые изложенная им в небольшой книге «Причинная или несимметричная механика в линейном продвижении», изданная летом 1958 года. Тогда еще ротопринтным способом. Наш академик Казначеев привезли огромные усилия, чтобы повторить тираж этой книги, видев в ней огромные силы, задел для будущих исследований космической антропоэкологии. Совершенное в дальнейшем Козыревом в ноябре 1958 года открытие лунного вулканизма, как неудивительно, также оказалось связанным с его теорией времени. Обнаружение тектонической деятельности малых тел Солнечной системы, в том числе и Луны, это результат целенаправленных наблюдений, продолжавшихся в течение ряда лет и заключавшихся в поисках проявлений внутренней энергии таких тел. Очень коротко сейчас познакомимся с основными этапами его мировидения. Перед вами таблица, схема, рисунок, назовем это как угодно, который показывает классический эксперимент Козырева с одним из самых излюбленных его объектов, звезда туманности Андромеды. С использованием того, что потом стало прообразом зеркал Козырева, это были еще мини-зеркала, которые он вмонтировал в свой телескоп, он наблюдал за телом одной из звезд в этом созвездии и фиксировал методами, в данном случае это был радиотелескоп, почерк, голос, радиоголос, тело этой звезды в трех позициях. Там, где звезда была один год назад по отношению к моменту наблюдений, где она была в момент наблюдений и где она должна была быть через год. Получалось, что радиоголос, радиопрофиль этой звезды из трех точек, из будущего, настоящего и прошлого присутствовали практически одновременно. За этим последовал его научный вывод, который взорвал классическое астрономическое и астрофизическое сообщество. Он утверждал, не только на основании этих наблюдений, на основании серии наблюдений, что прошлое и будущее присутствуют в настоящее. Вот этот научный символ, девиз вдохновил очень многих, и в том числе как он и нас, для продолжения этих исследований. Прошлое и будущее в настоящее. Я вам уже сказал, что он искал источники низкотемпературных энергопроцессов в разных объектах, в том числе на Луне. Он нашел соответствие зависимости числом землетрясений на Земле и активностью световых процессов на Луне. Вот показано сопряжение этих двух, казалось бы, отдаленных друг от друга процессов. Я не буду подробно останавливаться на всех деталях. Он пристально изучал спектр свечения, их динамику. Его излюбленным объектом наблюдения на Луне был кратер Альфонса. Вы здесь видите пример полученного спектра свечения этого кратера Альфонса на Луне. С использованием различных датчиков он регистрировал светоотражательную способность в кратере Альфонс, в кратере Аристарх, пытаясь отметить динамику светоотражения в этих точках наблюдения на Луне в зависимости от различных событий. Он искал, как изменяются, как переотражаются Луной потоки энергии времени. Мы будем говорить об этом чуть-чуть позже. Пока возвращаемся к его архивным наблюдениям. Он очень любил исследования в периоды затмения Луны. Опять-таки, оказавшись в поиске динамики отражательной способности, в данном случае динамики фотоэлементов, активности фотоэлементов, отзывающиеся на вращательные, на поля вращения, которые генерировались в период затмения на Луне, лунного затмения. На следующем слайде вы увидите динамику, полученный параметр, полученную с помощью резисторов, оценивающих электропроводность. Это классический его подход при изучении потоков энергии и времени. Опять-таки, в течение очередного лунного затмения, в данном случае затмения 1976 года. 13 мая 1976 года. С использованием другого датчика, этим датчиком опять-таки был резистор, он отмечал выраженную динамику электропроводности по ходу в различные фазы затмения на Луне. Еще один очень важный пример, это, по сути, то, с чего мы начинали сегодняшнюю встречу, поделившись с вами первыми результатами исследований в период солнечного затмения 9 марта. Сейчас мы обратимся к данным Козырева при исследовании солнечного затмения 25 февраля 1971 года. Опять-таки, мы видим, как изменяется параметр, который он фиксировал с помощью своего устройства, модифицированного устройства, так называемых, крутирных весов. Раскручивая контрольный груз либо по часовой стрелочке, либо против часовой стрелки, он фиксировал изменение динамики веса контрольного груза в зависимости от направления прощения. Это очень важный параметр и очень важный прибор в логике исследований Николая Александровича Козырева. На этом слайде показано, как изменяется вес контрольного груза в различные фазы солнечного затмения. Он это относил за счет перераспределения во время солнечного затмения потоков энергии времени, которые излучаются Солнцем, переизлучаются Луной и, может быть, в наших будущих трактовках тех материалов, о которых говорил сегодня Олег Викторович, нам удастся дать новую трактовку полученных результатов, уже оставаясь наблюдателями в пространстве Козырева. Теперь достал момент поделиться с вами нашими уже ставшими классическими наблюдениями в пространстве Козырева, которые продолжались с 1990 по 2009 годы. Каковы же основные характеристики того, что мы называем пространством Козырева? Условно называем пространством Козырева. Мы увидим это на этой схеме. Если бы мы могли раскрутить эти сферы, а обычно в презентации это раскручивается, мы не имеем возможности показать это движением от человека, который находится в перекрестии двух пространств. Пространство, привычное нам, описываемое гимметрически, пространство Минковского и Штейна. И второе, пока гипотетическое пространство, пространство Козырева. Основным отличием пространства Козырева является то, что оно не лимитировано по скорости света. Важно принять вот такую пока аксиому Козыревскую. Внутри моделированного пространства Козырева лимиты по скорости света, которые обозначены Эйнштейном, они практически отсутствуют. Николай Александрович Козырев ввел в свою терминологию новые понятия, которые описывают пространство моделировано. Понятие плотности энергии времени. Оказывается, что плотность энергии времени не одинакова в разных точках планеты и может быть уплотнена в экспериментальных условиях. И то, что мы в дальнейшем назвали зеркалами Козырева, по сути, это является уплотнителем энергии времени. И мы работаем с вами в зоне уплотненной энергии времени, достигая такого ее уплотнения, когда мы уже не лимитированы скоростью света, как я сказал раньше. Козырев ввел также понятие хода времени, его направленности. Вот с использованием тех торсионных весов, о которых я сказал раньше, он показал, что увеличение веса контрольного груза крутильных весов, связанное с направлением вращения, не регистрируется, когда исследователь оказывается в конкретной географической точке, зоне. Выше 73 градуса северной широты уже не фиксирует прибор увеличения контрольного груза. Это Козырев отнес за счет парадоксального изменения хода направленности потоков энергии времени, которое происходит выше 73 градуса северной широты. то есть допускается, пока теоретически его работа допускалась возможность, что в этих зонах причинно-следственные связи между причиной и следствием ослабевают настолько, что следствие может опередить причину. Парадокс, казалось бы, но парадокс для наблюдателя расположенного в пространстве Минковского Эйнштейна. А в пространстве Козырева нет такого парадокса. Помните его девиз «Прошлое и будущее присутствуют в настоящем». И выше 73 градуса северной широты для исследователей открывается уникальная возможность наблюдения нереализованных событий. И мы этим решили заняться, организовав стационар в зоне, которые расположены выше 73 градуса северной широты. И первые в мире зеркала Козырева появились в 1989 году в поселке Диксон на полуострове Таймир, где в то время находилась наша, я бы сказал, основная исследовательская база. То есть мы создали устройство, по сути, ловушки для энергии времени. Если Козырев в своих астрофизических экспериментах, о которых я говорил, вмонтировав маленькие зеркала в телескоп, с этими ловушками обращался к звездным объектам, то мы, создав по особым чертежам отражатели для потоков энергии времени, поместили в это пространство исследователя. Козырев, а за ним и другие исследователи предполагали, что живые процессы также сопровождаются излучением потоков энергии времени. Не только звездные объекты, но и живое вещество является излучателем потоков энергии времени. И вот когда мы пришли к тому, что в этом пространстве должен работать человек, в этом неремитированном по скорости светом пространстве должен работать человек, то его потоки энергии времени уже не рассеиваются в пространстве, они переизлучаются в их источнике, окружают исследователя в виде такого кокона в кавычках уплотненной энергии времени, открывая огромные новые возможности для исследований. Я приведу вам схему исследований, которые были проведены в 1991 году. Схема этого эксперимента такова. Луна, которая уже много раз упоминалась нами сегодня, это полнолуния на крайнем севере. Исследователь в первых зеркалах находится внутри. Их связывает Луну и исследователя связывает два пространства. Пространство Козырева и пространство Минковского Эйнштейна невидимый лазерный луч. Это показан лазер, расположенный внутри церкала Козырева. Лазерный луч ориентирован на Луну. Конечно, его энергосоставляющая иссякает на определенном расстоянии. А информационная трассировка сохраняется, и Луна в данном исследовании выступает как некий переотражатель тех потоков, которые исследователь условно скажем вмораживает в лазерно-информационный луч, переотражаясь, эта информация оказывается доступна огромному количеству людей. Я вам показываю фрагмент эксперимента, который является классическим, мы будем о нем говорить чуть ниже, когда около пяти тысяч человек в разных точках Советского Союза в то время были синхронизированы по астрономическому времени и были в готовности принимать ту информацию. Было десять сеансов этого классического эксперимента, в одном из них использовался вот такой способ ввода информации. И что вы думаете, в течение всей фазы полнолуния наблюдатели, которые каждый в своей географической точке наблюдали полную Луну, если погодные условия позволяли ее наблюдать, они получали тот пакет образной информации, который монтировался внутри пространства Козрева и переотражался Луной, оказываясь доступным сознанием огромного количества сотен и тысяч людей. И теперь наступает время рассказать более подробно об этом классическом эксперименте. вы видите образный символический конструктор, состоящий из 77 образов. 77 образов разной символической значимости. Это и простые цифровые ряды, это геометрические символы, это, скажем, погодные и космофизические явления, в том числе опять-таки любимая наша Луна в разных фазах, Солнце, звезды. Это та информация, которая получалась внутри пространства Кудрева нашими исследователями. И все это составляло вот этот условно конструктор, который в каждом из десяти сеансов с использованием случайного выбора пяти символов, образов из этого конструктора за пять минут до сеанса компьютер генерировал и случайным образом, вернее, все за случайным образом выбирал пять символов из этих семидесяти семей, и именно эти пять символов составляли программу передачи, которую подготовленный нами оператор транслировал из зеркал Козырева на Диксоне, о которых я уже сказал, около пяти тысяч человек, не зная естественно о содержании, они только знали о времени сеанса, они обращались к своему внутреннему экрану и были в готовности на этом экране увидеть, запечатлеть ту образно-символическую информацию, которую им транслировали с Диксом. В нижней части этого слайда вы видите результаты математической обработки сеансов, нескольких сеансов этого эксперимента. Использовался на то время современный метод обработки метод Монте-Карло. Этот метод предусматривал оценку коридора случайного угадывания. Он здесь показан, если бы наши участники глобальных синхронных экспериментов, которые назывались Северное Сияние, Полярный Круг, Знамя Мира, всего было три глобальных эксперимента, если бы они угадывали, то их результаты были бы в этом коридоре. Но посмотрите, насколько превышен этот коридор. Вот эта картинка, она прошла экспертную оценку многих независимых экспертов в мире. Она является первым доказательством связи, трансперсональной связи сознания человека, для которого в пространстве Козырева нет лимитов ни по расстоянию, нет лимитов ни по времени. Вот о времени это особая часть, нам предстоит поговорить более подробно. На этом слайде, на этой гистограмме вы видите число точно воспринятых образов группой близнецов. Нас очень интересовала синхронность приема образов людьми, ровесниками, неблизнецами и близнецами. И, конечно же, нас интересовала, как изменяется динамика точности восприятия передаваемой образно-символической информации в ходе тех или иных событий. В данном случае, опять-таки, очередное солнечное затмение, которое мы наблюдали на севере 22 июля 90-го года. И, встраиваясь в это космопланетарное событие, мы оценивали динамику точно воспринимаемых образов в группе близнецов в ходе различной фазы солнечного затмения. Что мы видим? Мы видим, что по мере приближения к дате затмения, вот это 22 число, оно является точкой перекреста образов, которые точно воспринимаются. Они стали восприниматься гораздо более точно и воспринимались с опережением. Вот здесь впервые в июле 99-го года мы отметили эффект опережающего приема информации и увидели, что эффект опережения, то есть еще не был передан образ, а он уже принимается операторами. Он связан с конкретным событием, в данном случае модулируется солнечным затмением. Дальше материал из стартовой позиции, стартового проекта нашего института. Я сказал, что институт стартовал в 94-м году с проекта, посвященного отдаленным, казалось бы, последствиям встречи кометы Шумейкеров-юви с Юпитером. Эта встреча состоялась в период 21-22 июля 1994-го года. Здесь уже было большое расстояние между группами, принимающих образную информацию. Одна группа располагалась на Диксоне, вторая группа располагалась в Новосибирске, и та и вторая группа работали в пространстве Козырева, в моделированном пространстве зеркал Козырева. Посмотрите, опять-таки мы видим перекрест уже не только в период солнечного затмения, как на предыдущем слайде, а другого события, когда до другого космопланетарного события. Помните, когда я говорил о исторических работах Козырева, он считал, что источниками перераспределения потоков энергии и времени являются не только Солнце, не только Луна, а здесь мы показываем и планеты, и планеты на кеме Юпитера. Вот по мере приближения к моменту встречи Юпитера с кометой Шумейкера и Ни, она состоялась, эта комета распалась на несколько фрагментов, но основной фрагмент встретился с Юпитером в этой зоне. Число опережающего приема информации, опережающим мы называем тот, когда еще не был передан символ, а он уже был принят, то есть второй раз мы сталкиваемся с парадоксом опережающего приема информации, если работы проводятся в двух точках моделирующих пространство Козырева и проводятся в период различных космопланетарных событий. Еще один очень важный пример об этом опережении. Вернемся на Диксон. Две группы приемно-передающие операторов располагаются на островной и материковой части Диксон. То есть Диксон состоит из двух частей. Поселок расположен на острове, вторая часть на материке. И та и другая группы работают в зеркалах Козырева. Прием информации осуществляется каждый час. А вот когда передача в какой промежутке в течение скажем прием в течение суток. А когда будет передача конечно понимающая группа не знает. Опять сохраняются прежние условия. Компьютер за 5 минут до начала сеанса случайным образом выбирает 3 или 5 образов для передачи информации. А далее по результатам мы фиксируем когда же она была принята. Вот только 30% точно принятых образов мы нашли в момент ее передачи 39%. А где же были остальные 60%? Одна часть мы нашли в прошлом. То есть они принимались с опозданием на 1, 2, 3 или 7 часов. Здесь указано количество точных принятых образов. Но самый большой научный сюрприз в этой части, который показывает, что образы опять-таки принимаются с опережением в 1, 3, 5 и 7 часов. В логике пространства Эйнштейна Минковского это невозможно представить. Еще компьютер не сгенерировал программную передачу, а уже за час, 3, 5 или даже 7 часов идет точный прием информации. И вот за 7 часов до того, как программа была сформирована, принимается достаточно много образов. Вот так шаг за шагом мы шли по пути доказательств, правоты, гипотезы Николая Александровича Козырева о том, что прошлое присутствует в настоящем, будущее присутствует в настоящем. И в пространстве Козырева, особенно если оно модулируется в зоне парадоксального течения времени выше 73 градуса северной широты, оказывается возможным наблюдать будущее событие. В серии дальнейших исследований нашего института мы пытались разобраться в том, что же происходит внутри зеркал Козырева. Очень кратко я вас познакомлю с результатами эксперимента 19 июня 2001 года. Все данные фиксировались профессиональной группой операторов, расположенной внутри зеркал. Затем операторы покидали зону эксперимента. Оставалась только кинокамера, которая автоматически включалась через каждые 30 секунд в полной темноте. Оператор выполнял определенные задачи по формированию мыслеобразной программы. Подробно об этом можно прочитать в нашей книге, на нашем сайте «Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Земля». Я попытаюсь ваше внимание сконцентрировать на одном феноменальном явлении. Представьте, в полной темноте камера фиксирует энергообъект, если бы мы увидели видеозапись, то этот объект баражирует вокруг головы нашего исследователя. Посмотрите еще, что мы видим. Практически исчез материал того сплава, из которого сделаны зеркала. И мы видим, если вы увидите, кафелем облицованную стенку. То есть, с одной стороны, в кавычках, очень осторожно можем говорить о некой процессах материализации эфира, источником которой являлся мыслительный процесс в головном мозгу оператора, а в другом идет о дематериализации, когда исчезает материальная конструкция зеркала. Трактовки, научные гипотезы по поводу этого феноменального явления многократно описывались нами, и опять-таки вы можете вернуться к ним, заглянув в нашу монографию, пока за неимением времени мы не можем подробно останавливаться на этом. То есть мы продолжали исследовать разными способами, работая в зеркалах Козырева, с применением различных устройств, в том числе известных большинству из вас метод газоразрядной визуализации. Сегодня в конце моего выступления я вас познакомлю с моим коллегой, кандидатом медицинских наук Кузнецова и Таисии Валентиной, которая проведет мини-мастер-класс и пригласит вас внутрь зеркал Козырева. Здесь вы видите один из модулей, это ее авторская конструкция, который был сформирован накануне очень важного события, полного солнечного затмения, которое наблюдалось 1 августа 2008 года над Новосибирской. Через 9 дней после этого события с использованием специальных голографических фильтров наша фотокамера фиксирует огромное количество объектов еще мало известных классической науки. Они напоминают некие такие образования, мы их условно относим к тем формам жизни, которые абсолютно неизвестны и не изучены современной наукой, то есть это, конечно, не белковые формы жизни, а мы их условно относим к полевым формам жизни. Следующий раздел моего повествования касается наших авангардных исследований к Луне. Мы договорились, что Луна для нас это сегодня объект особо пристального внимания. С использованием наших зеркальных установок, мы еще раз возвращаемся, основные зеркала Козырева, и я должен вам сказать, что сейчас появляется огромное количество зеркал в разных точках нашей страны и за пределами страны, которые называются, самозванно называют их авторы зеркалами Козырева. Я хочу здесь сделать маленькое отступление и сказать, что это очень опасное явление, когда другие совершенно отражательные конструкции вдруг получают наименование зеркал Козырева, не имея к идеям Козырева никакого абсолютно никакого отношения. Сейчас нет времени останавливаться на этой проблеме, оставим это на совести исследователей, которые идею пространства Козырева и зеркал Козырева используют и, к сожалению, используют в коммерческих целях, не оставляя должного горизонта для серьезных фундаментальных научных исследований в этом пространстве. Не проведя этих исследований, мы не имеем права приглашать в это пространство никого даже с благими намерениями и тем более не имеем права продвинуться за это. Это позиция нашего института. Сделав отступление, я возвращаюсь к программе своего отступления. Здесь вы видите двух наших исследователей, я уже представил заочные поиссию Никитину Кузнецову и Алексею Мысак, которые были провозвестниками проекта лунного проекта. Когда мы взялись в октябре года за проект виртуальных исследований Луны из-за нового типа телескопа, так мы условно назовем зеркала Козырева. Теперь мы даем трактовку, что в условиях моделированного пространства Козырева осуществляется с позиции квантовой физики суперпозиция сознания человека или группы исследователей и в зависимости от точного адресного пункта, в данном случае адресным пунктом была Луна, мы можем дать очень точное описание тех объектов, которые наши исследователи наблюдают на Луне. Здесь вы видите оригинальные протоколы, их фрагменты, тех объектов, которые исследователи наблюдали на Луне и не только на Луне, а также под ее поверхностью, что у нас особенно важно. И мы проводим здесь некое аналогичное сравнительное описание. Здесь реальное фотоизображение, нефильтрованное фотоизображение объекта на Луне. Вы знаете, что многие изображения были скрыты для исследователей и раскрыты были только в 2011 году. И тут же мы сравниваем то описание, которое получила наша исследовательская группа из зеркал Козова. Я думаю, что выводы сделаете сами, насколько они точнее. Еще один пример. реальный объект, который запечатлен на фотоизображении нового мира, прошедших когда-нибудь разретушированы. И протокол этого объекта, полученного виртуально из зеркал Козова. Опять-таки, вы видите, очень близки аналогии полученных результатов. Еще один пример. Это уже подвыумный объект. Его проекция видна на фотоизображении, реальном фотоизображении, а наши исследователи описывают детальную структуру этого объекта, который расположен внутри кратера и под ним. Вот здесь настал момент вернуться к той интриге, которую большинство из вас знают из фильма «Зеркала прорыв выручая» или «Осторожно зеркала в сведущий». Я думаю, что большинство из вас видели этот фильм. Его можно найти в Ютубе и до сих пор. Его камера состоялась в апреле 2011 года. Это фильм Провдивцева, Виталия Провдивцева, в котором описано легендарная часть наблюдений, которые были сделаны из первых зеркал Козырева на Диксоне, когда с момента начала работают в этом пространстве. Исследователи наблюдали, реально наблюдали пролет объектов, зависавших над зданием, где располагались зеркала. И эти объекты описывались в виде диска с длинным хвостом. Момент их появления и исчезновения был связан с началом и окончанием работ нашей группы на Диксоне. Кого это заинтересовало, могут обратиться к этому фильму и услышать детали этой легендарной истории. Но история имеет продолжение. Когда мы перебазировались и разместились на новой базе, где уже начали наш проект исследования Луны, мы по-прежнему продолжали фиксировать объекты, которые записали уже над новым местом базирования нашего института. И так начался очень пунктирно, очень осторожно проект диалога с космическим сознанием из зеркал Козырева, который мы продолжаем до настоящего времени. События исследования Луны в пространстве Козырева отражены еще в одном фильме. Попытайтесь его найти. Это фильм BBC, канал BBC 4, в переводе называется «Достучаться до небес». И там показан фрагмент наших исследований в ракурсе продолжения исследований русского космизма как эстафета русского космизма, которую принял наш институт. В наших планах создание нового исследовательского комплекса. Выстраиваются проекты по созданию вот таких специальных капсул, в которых содержалась и зеркальная часть, и очень точно монетонировались параметры человека, параметры электроэнцефалографические, параметры пульса. Я думаю, что в этот проект мы пригласим новую разработку вашей компании. И здесь очень точное место для изучения сопряжений человека-исследователя и космофизической следы для применения программы Гелиос, разработанной компанией и окружающей и окружающей и окружающей и окружающей в настоящий этот момент я сделаю некую остановку в своем повествовании, но вас ждет очень интересный момент. Может быть, вы обратили внимание на то, что позади меня располагаются реальные, генуинные, единственные в мире, в смысле, генуинные зеркала Козырева. И вот сейчас моя коллега доктор Кузнецова возьмет эстафету моего повествования, расскажет о своем опыте работы в этом пространстве и пригласит вас к небольшому эксперименту в этом пространстве, если вы, конечно, пожелаете принять минуточку. Я приглашаю вас, Таису, субъективно. Пожалуйста. Сейчас вас увидит аудиторию. Здравствуйте. Рада всех вас приветствовать в нашем замечательном пространстве Зеркал. Это пространство, которое позволяет с одной стороны изучать неизведанное, а с другой проводить плановую научно-исследовательскую работу. Если говорить о том, сколько лет мне пришлось работать здесь, то это уже больше 10 лет. И первая основная встреча моя с Зеркалами произошла при участии в проекте Покальботан, международный проект, который был посвящен исследованию фактора Майя. Это был мой самый первый такой большой проект, где по сути дела и началось мое знакомство именно с пространством Козырева, с теми удивительными эффектами, которые мы здесь получаем и теми потрясающими возможностями, которые открываются для сознания человека и познавания его вообще настоящей реальности, космических сопряжений и возможности взаимодействия с более высокими уровнями сознания. в процессе когда начался проект Покальботан я очень многих вещей тогда не знала и не понимала вот поскольку исследование посвящалось фактору Майя известной как бы древняя майянская цивилизация которая значит ну определялась ролью ее как в развитии вообще цивилизации на земле вот я сама тогда в то время вообще очень мало знала что такое что-то о цивилизации Майя и вообще ну очень многих вещей тогда не знала и когда во время подготовки к проекту и затем участие конечно моему как бы удивлению не было не было конца и именно с этого момента произошла как бы вот моя ну что ли такая любовь к этому пространству которая продолжается до сих пор и которая не перестает удивлять меня каждый раз какими-то новыми совершенно фактами и возможностями человеческого сознания коллективного сознания который в момент каких-то особых космофизических событий таких как затмение солнца лунное затмение и так далее может получать информацию с различных уголков отдаленных космического космического пространства ну вот сегодня у нас с вами такой может получиться очень интересный небольшой эксперимент исследования значит у нас есть с вами коллективное сознание у нас есть зеркала и внутри зеркал находится некая информация которую мы сейчас с вами попробуем принять значит исследование будет проходить следующим образом я выдвигаюсь в сторону зеркал там непосредственно находится этот эта информация мы пытаемся с вами одномоментно сделав небольшое дыхательное упражнение расслабиться и на базе коллективного сознания индивидуальное ваше сознание выберет тот удобный способ восприятия информации который сознание индивидуально определяет поэтому вы закрыв глаза можете что-то увидеть или что-то почувствовать потому что все совершенно разные но хотелось бы чтобы именно вот этот импульс тем более что сегодня в этом пространстве не только находится вот эта информация этот модуль который мы вам потом покажем ну здесь проходили утром плановые исследования и поэтому здесь есть еще определенное пространство запоминает пространство зеркал запоминает у него хорошая память поэтому там есть еще определенная информация может быть каким-то образом невербально вы тоже сможете ее получить вот поэтому значит сейчас я продвигаюсь чтобы хорошо было видно значит мы с вами пытаемся расслабиться закрываем глаза делаем глубокий вдох ну насколько это вам так сказать удобно значит на 4 счета чуть-чуть задерживаем задерживаем дыхание на 1 счет и выдыхаем на ну если хватит возможности на счет 6 выдыхаем и погружаемся внутрь себя и пытаемся получить информацию после того как мы обвиняемся с вами после того как произойдет исследование мы обвиняемся с вами информацией мы вам покажем то что там хранится пульный зеркал так начинаем расслабляемся и расслабляемся и дышим так спасибо так спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...